Всем привет! Сегодня я вместе с вами буду проводить эксперимент, как постирать вещи, старые полотенца, вот такие уж замусоленные, фартух в микроволновке. Я вчера сидела и смотрела по интернету, и вот многие говорят, но не показывают, как это все делается. Решила я вот не терять времени и попробовать. У нас вот после консервации остались, ну, фартух, конечно, он не новый, но постоянно ходишь, руки вытираешь, а фартух, консервация уже закончилась, баночки закрыли все, и тут такая еще гора полотенец. Они, как бы сказать, вот такие уж замусоленные, пятна есть. Хочу сейчас попробовать на фартухе, фартух такой простой, простой хэбэшный фартух. Что для этого надо? Для этого надо мыло, кусок хозяйственного. Раньше было темнее мыло, но все равно именно хозяйственное, не белое. И вот наш фартух. Так, ближе покажу его. Замусоленный кармашек. Для интереса самого эксперимента я заварила кофе и специально заварила крепкий чайок. На фартухе нету таких пятен, но я хочу попробовать, будет ли такой способ работать еще и на таких пятнах. Вот немножко чая тут ливанул, и вот тут сверху кофе. Ой, даже чересчур много ливануло. И теперь берем воду. Намочили в воде полотенечко. Теперь мыло хозяйственное. И надо хорошо-хорошо намылить полностью весь фартух. В данном случае фартук, но потом я буду пробовать на махровых полотенцах. Как будет работать такой метод. Можно, конечно, все это в стиралку кинуть, но меня заинтересовал метод стирки в микроволновке. Но самое интересное, что люди не показывают, как они это делают. Просто говорят, результат уже, что получилось. Не знаю, правда нет, но будем смотреть. Намыленное полотенце, вот так, в данном случае фартушек, я скручиваю. И ложу в обыкновенный пакет. Просто закрываю и немножко так оставляю сверху, чтобы было куда воздуху выходить. Теперь на тарелочку. И отправляю в микроволновку на минутку. Горячий наш фартушок горячий. Закрываю я микроволновку и включаю еще на одну минутку. Когда достала я второй раз свой фартушок, то он прям вздутый такой был уже и очень горячий. Прям такой горячий. Я его сейчас трогать не буду. Подожду, когда остынет и потом уже постираю его просто руками и посмотрю, какой результат. Так, ну, вручную я уже простирала фартух, водичка вот такая у нас. Мутновато, грязная. Так, это верх фартуха. Тут у меня было два пятна. Одно из чая, второе из кофе. Сейчас я фартушок отожму. Простираю его в ванне в чистой проточной воде. Прошло время. Мой фартушок уже высушился. Я его прогладила. И, как вы видите, ни от кофе, ни от чая следов нет. Где самые грязные места были возле кармашка. Тоже все чистенько. Но так как у меня фартух уже, как я говорила, не только купленный, то есть, конечно, давние следы. Ну, а вот именно такого, то, что возле кармашка, грязного, такого после консервации, все это прошло. Выявилось так, что этот метод работает. Можно прекрасно стирать вещи и две минутки держать их в микроволновке. И у вас вот будут вот такие чистые. Я вот попробовала кухонный фартушок. И еще полотенечко после этого еще сделала. Полотенечко такое старенькое, но оно чистенькое. Оно на кухне висит, об него руки вытирают. Есть, конечно, у нас и бумажные полотенца. Но это когда консервация, а то бумажными полотенцами не спасешься. Вот такой метод. Так что можно запросто пробовать. Кому было интересное видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока-пока!